Молекулярная диагностика в онкологии Есть вещи, которые либо плохо артикулированы, либо пока в перспективе, но на самом деле мало кто задумывается, что существенный вклад вносят именно специалисты по молекулярной диагностике для дифференциальной диагностики опухоли с невыявленным первичным очагом. Здесь молекулярные маркеры могут быть очень эффективны, просто эта область плохо стандартизована. И в среднесрочной перспективе, по крайней мере в западных странах, это уже начинается анализ мутаций в крови, раковых мутаций, в общем-то вместе с другими методами оказывается эффективным подходом к скринингу, к ранней диагностике. Мы, конечно, это несомненно увидим, потому что здесь технология стала достаточно эффективна. Наследственные раки. На самом-то деле у нас в стране есть интересный эффект. Дело в том, что славяне, несмотря на свою комплексную историю с точки зрения генетиков, являются биологическим изолятом, то есть, ну, в общем-то, являются одной большой семьей, которая живет на острове. Получается, что у нас половина мутаций в генах БРК у славян приходится на так называемые повторяющиеся мутации. Вместо 17 тысяч букв вам достаточно прочитать 2 или 3, которые часто мутируют, и это уже будет половина теста. И поэтому здесь на самом-то деле идет реальный не то чтобы выбор, а по крайней мере сочетание отдельных ПЦР-тестов на мутациях. Они доступны на самом-то деле везде в стране. И полный анализ генов. Ну и я с удовольствием показываю следующий слайд. На самом-то деле у нас же многонациональная страна. И, честно говоря, это большая редкость для развитых стран, чтобы иметь регионы, которые по своему характеру мононациональные. На английском этот термин называется автономии, но у нас как-то все-таки более употреблять принятый термин республики. Речь идет в первую очередь о регионах Северного Кавказа и несколько других регионов, такие как Якутия, Бурятия и так далее. Я с большим удовольствием показываю работу. Мы очень настойчиво взаимодействовали с всеми онкологическими учреждениями Северного Кавказа. И вот посмотрите, здесь 7 республик и 11 национальных групп. Ну почему вообще люди делятся на нацию? У каждой нации был пул основателей наций, которые имели какой-то случайный набор мутаций. И посмотрите, что получается. У всех представителей народности Кавказа вот эти типичные мутации разные. Есть мутации, характерные для чеченцев, для осетин, но при этом у всех у них эти мутации есть. Это на самом деле очень важная работа, потому что если мы говорим про работу регионов, то вот эти тесты на повторяющиеся мутации можно использовать в скрининг, можно конвертировать в очень большие, в очень простые тесты. И мы сейчас так и работаем. Когда к нам поступает образец из регионов, мы всегда спрашиваем национальность. И сначала делаем тесты на национальные мутации. От нас ОМС требует, чтобы мы сначала делали тесты на повторяющиеся мутации, а потом уже делаем полный анализ генов. Ну и еще все-таки очень важно, что наука должна конвертироваться в практику. И мы очень много сделали, чтобы у нас вошли тесты на наследственные раки в систему покрытия ОМС. Так как мы референс-центр, то мы можем работать с любым учреждением страны. И посмотрите, все, что надо. Рак молочной железы, рак яичника, рак простаты, рак поджелудочной железы сейчас входит в ОМС покрытие. Следующий важный момент. На самом-то деле, все-таки вся эта область очень динамически развивается. Более того, у нас проблема ОМС заключается в том, что там, где есть дорогостоящая терапия, там достаточно хорошая поддержка тестирования. Там, где ее нет, эти пациенты, в общем, им мало кто заинтересован. Ну, мы стараемся это как-то компенсировать. И вот посмотрите, у нас, допустим, если говорить про стандартный БРК-тест, это не два гена, а уже 16. Это и гены-эквиваленты, которые БРК-1, БРК-2, и просто другие наследственные раки, которые часто актуальны. Синдром Лифроумени, синдром Коудена. Это очень важно для здравоохранения подобных больных диагностировать. Это все в рамках единого теста. Еще один очень важный момент. Все-таки онкологическая помощь на сегодняшний день в основном ориентирована на тех, кто уже заболел. Но если мы говорим про наследственные раки, то тут, чтобы случай был законченным, обязательно нужно пригласить на тестирование родственников. Если это не сделать, то это, по сути дела, врачебная ошибка, которая может быть поводом для различных конфликтов. Ну, что очень важно, что на сегодняшний день вообще нет никаких инструментов диагностики для подобных людей. Мы там, где сами делаем тестирование, мы родственников тестируем за счет собственных ресурсов. Это, в общем-то, очень важно, потому что это позволяет иметь законченный случай. БРК-мутации стали известными благодаря тому, что там очень элегантная мишень. Дело в том, что клетки у носителей БРК-мутации, опухолевые, они не могут справляться с двунетевыми разрывами ДНК. И поэтому здесь относительно простое лечение. Нужно просто давать препараты, которые вызывают двунетевые разрывы ДНК. Опухолевые клетки будут погибать, а нормальные будут устойчивы к такому воздействию. Что очень важно, у наследственных опухолей есть аналоги, которые терминологией называются фенокопии. Что это такое? Что такое фенокопия? Это опухоли, которые к наследственности ничего не имеют, но по какому-то причинам, по своему патогенезу, они тоже не могут восстанавливать двунетевые разрывы ДНК. Поэтому для подобных ненаследственных опухолей абсолютно такие же принципы лечения, как и для наследственных. По сути дела, мы подобными тестами расширяем количество пациентов, которых можно лечить определенными препаратами. И вот посмотрите, этот как раз тест, он позволяет выявлять ненаследственные спорадические опухоли, которые по своим спектру лекарственной чувствительности идентичны БРК ассоциированным. В чем тут идея? Это очень сложный тест, это сканирование генома. Посмотрите, сознательно я здесь хромосомы выкрасил в разные цвета, происходят разрывы. Если хромосомы неправильно соединяются, появляются цветовые химеры. Это как раз говорит о том, что в подобных опухолях есть мишень. Рак легкого. Завтра будет отдельное сообщение по раку легкого. Надо понимать, что именно тестирование рака легкого – пример вообще триумфомолекулярной диагностики, потому что здесь огромное количество мишеней. И это удивительно у нас в стране для каждой из этих мишеней. В общем-то, лекарственные препараты доступны. Очень важно, что мы сейчас уже где-то года три, когда система референс-центров появилась, если к нам поступает образец рака легкого, мы делаем полное обследование. Все гены, которые нужны, и все мутации, которые нужны. И все это в рамках ОМС. Надо понимать, что эти технологии, которые есть, даже секвенирование нового поколения, даже НЖС не является совершенной технологией в целом ряде вариантов. Потому что, допустим, та технология НЖС, которая у нас в стране сегодня есть, она, например, не всем может перестройки выявлять. То, что у нас получается делать универсальный тест, который обнаруживает абсолютно все, технологически это большое достижение. Несомненно, если мы говорим про перспективы, то самое простое, что может быть, это взяли все опухоли, взяли универсальный набор мутаций для всех препаратов, и вообще не разбираясь рак легкого, рак толстой кишки, всем делаем одинаковую патель теста. В этом, несомненно, в общем-то, очень большая перспектива. Проблема всех подобных сервисов, что настоящие мишени смешиваются с фиктивными мишенями, ну, в качестве примера я приведу самый, наверное, известный ген в онкологии P53. Нужно делать тестирование? Нужно, потому что это может быть наследственный синдром лифроумения. Имеет значение для лекарственной терапии? Твердое? Нет. На самом-то деле, мишени для лекарственной терапии очень мало. Но так или иначе, у нас тоже подобные тесты есть. Это НЖС, секвенирование нового поколения. И среди пациентов, среди врачей вообще подобное направление, оно достаточно популярное. Если посмотреть реальные клинические исследования, то тут зачастую неожиданные результаты. Посмотрите, это клиническое исследование пациенток с раком молочной железы, самое частое заболевание. Им делают то, что называется комплексное геномное профилирование, анализ всех мутаций, всех генов. Посмотрите, что получается. Те пациентки, которым и так бы сделали обычные тесты БРК мутации, пиатрикеназа мутации, у них эффект от терапии есть. Но для этого не нужно было делать столь сложные тесты. А вот там, где новые мишени, нулевой эффект. Получается, что на самом-то деле, когда мы говорим про подобные сервисы, то здесь ожидания, в общем-то, они намного завышены по сравнению с реалиями. И это тоже нужно понимать, потому что очень назойливая пропаганда подобных сервисов. Так или иначе, есть целый ряд вообще позиций, где невозможно стандартными методами без технологий сделать что-то новое. У нас достижение этого года, нам удалось разработать НЖС-линейку для полной диагностики холангиокарцином. Здесь и мутации в рецепторах, которые обычным способом не выявить. И сюда же, это не просто НЖС-панель, туда же встроено и тестирование на активность генов. Например, PD-L1 или HER2, где экспрессия увеличивается, продукция увеличивается. Эта НЖС-панель тоже может обнаруживать. Это вообще важное событие. То есть это универсальный тест, когда не только мутация, но и активность генов. Что в перспективе? Ну, во-первых, на самом-то деле удивительно, но даже в Соединенных Штатах Америки, допустим, если брать такой простой тест, как АЛК-тестирование, только 78% пациентов с раком легкого получают этот тест. У нас, благодаря ОМС, где вообще нет никакой социальной градации, независимо от заслуг человека, он имеет примерно одинаковое покрытие. У нас, в общем-то, абсолютно реально очень многое делает 100% населения. Государство это поддерживает. Соответственно, здесь уже между лабораторными специалистами проблема выбора методов. На самом-то деле это важно. Правильные мишени анализировать правильно. Ну и, конечно, очень модное слово – агностический подход. Если говорить грубо, то это означает, что нас морфолог вообще нам не нужен, нам не важно. Вот мы взяли, посмотрели мутацию, назначили терапию. Глупость это, конечно, потому что на самом-то деле все равно нужно сочетание специалистов. Но все равно подобного термина, агностический подход, отмахиваться нельзя, потому что действительно огромное количество нарушений в опухолях. В первую очередь, транслокации. АЛК, РОС, НТРК, РЕД, неважно в какой опухоли они обнаруживаются, лечение одинаковое. Но посмотрите, в данном случае очень много говорят про транслокации НТРК, хотя это редчайшее нарушение. Здесь шума намного больше, чем реальных пациентов, которые могут лечиться подобным образом. Посмотрите, это самое большое исследование в мире – транслокация НТРК. При раке легкого бывают, бывают, да, но с частотой 1 на 500. Мы это делаем по умолчанию, но это все-таки единичные пациенты. Где оправданы эти тесты две категории новообразований – это саркомы и детские опухоли. Вот там частота НТРК транслокации 5%. Тут, по крайней мере, имеет смысл выполнять индивидуальные НТРК-тесты. Во всех остальных опухолях, когда нам приходит рак молочной железы, с просьбой сделать НТРК – это профанация, потому что нет никакого смысла при такой частоте делать подобные тесты. Микросателлитная нестабильность – еще один универсальный тест, агностический. Посмотрите, здесь представлены опухоли, где бывает микросателлитная нестабильность. А вот тех опухолей, которые нет на слайде, там просто вероятность подобного события стремится к нулю. Ну, так или иначе, тоже позиционируется как агностический тест. Что интересно? Именно когда мы говорим про опухоли толстой кишки, при микросателлитных нестабильностях, при микросателлитной нестабильности примерно треть подобных опухолей имеет перестройки, которые можно лечить. АЛК, РОС и РЕД. Причем, что интересно, только опухоли в толстой кишке с микросателлитной нестабильностью будут иметь такие мишени. Желудок, эндометрий – там таких мишеней не будет. Почему? Оказывается, микробы, которые живут в кишечнике, выделяют канцерогены, которые индуцируют вот эти перестройки и таким образом дают возможность для лечения подобных пациентов. В этом плане это интересная локализация, конечно, потому что здесь, на самом деле, очень много мишеней у одного и того же пациента. Ну и мы очень охотно, я, по крайней мере, работаю в рамках того, что создало государство в рамках референс-центра, потому что у нас предоставлена возможность взаимодействовать со всеми учреждениями страны, и, по крайней мере, там, где у нас визитная карточка, молекулярная диагностика. Я делаю очень много усилий, и те специалисты, которые со мной работают, мы делаем очень много усилий, чтобы эта диагностика была доступна всем пациентам. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...